Хочу представиться, если кто меня не знает, я Топч Татьяна Борисовна, доцент кафедры гастронтрологии Центральной государственной медицинской академии управления делами президента, заведующей кафедрой Минушкин Олег Николаевич. Я думаю, что многим он знаком, поэтому у нас такая очень давняя кафедра, мы многим чем занимаемся, в том числе и заболеванием кишечника. И также сейчас мы поменяли базу, раньше у нас база была 51-я больница, к сожалению, больница расформирована, и поэтому мы перешли на другую базу. Это стационар МИДа, называется он Мединцентр, находится на территории Боткинской больницы, это 5-й корпус, так, МИДовский. Поэтому я являюсь там заведующей отделением гастронтрологии, и мы осуществляем помощь нашим пациентам, как по ОМС, ДМС и по платным медицинским услугам. Но ОМС только за счет того, чтобы был московский полис, то есть мы можем, пожалуйста, помочь нашим пациентам. Итак, что же, прежде всего, конечно, пациент приходит к нам вот с такими жалобами, да, на выделение крови. Или нескольких капель, да, слизи после актодификации, во время актодификации, возможно, даже помарки и на туалетной бумаге, и на белье. Изменение консистенции стула, позывы на дефекацию, так называемые, очень характерны для апрактитов, это эректальные плевки. То, что мы помним, нам еще рассказывали из инфекционных болезней, да, при шагелезах это часто бывает. Тенезмы, боль, жжение, колющее какая-то боль, чувство давления в прямой кишке, зуд, мокнутье и даже инконтиненция. То есть это все симптомы, но в основном они, конечно, не специфичны, они могут и при других заболеваниях быть. Но все равно мы заподозрим, что у пациента проктит какой-то, да, и отправим его что делать? Да, обследоваться, да, хотя бы сделать ректоскопию или, ну, очень хорошо, конечно, если мы сделаем колоноскопию. И что мы с вами получим? Тут, наверное, не знаю, не очень хорошо, может быть, задним рядам видно, но картиночки эндоскопические показывают, что есть воспаление, есть язва, есть фибрин, да. То есть есть проктит. Мы как, сразу поставим, какой диагноз здесь? Какой угодно проктит, да, но мы поставим здесь язвенный проктит сразу, вот как раньше назывался, не специфический язвенный. Язвенный проктит как? Язвенный, неуточненный или еще, да? То есть мы по одной эндоскопии, наверное, неправомочны сразу же поставить диагноз, правда? Потому что сразу же мы должны включить все знания, которые мы приобрели еще в институте и по жизни, и по практике. Потому что что мы можем увидеть? Или это типичный язвенный проктит, или это болезнь крона, или это инфекционный проктит, лекарственное поражение, да, то есть нередко бывают лекарственные проктиты, ишемический проктит, лучевой, или это солитарная язва, диверсионный, так называемый, отключенный колит проктит, да, при операциях на кишечнике, механический проктит при ректоцеле, сопутствующий проктит при геморрое, трещине, свище, или так называемый идиопатический проктит, когда мы не знаем вообще никакой этиологии, да? Поэтому какое разнообразие всех видов проктитов, как бы в нем разобраться? Итак, начнем. Лекарственный проктит нередко встречается в нашей практике, поэтому важный вопрос, ведь анамнез, сбор анамнеза, это у нас 75% эффективности постановки диагноза, правда? То есть как мы будем спрашивать, на что будем акцент делать с нашими пациентами? Поэтому задайте вопрос, что вы применяете в последнее время, какие принимаете лекарства, что некоторые пациенты даже забывают о том, что, может быть, они какие-то ректальные свечки используют, возможно, даже забывают об этом, да, обязательно акцент, да, на свечи с парацетамолом, свечи нестероидные противовоспалительные, и еще момент, что наши урологи или даже без урологов мужская половина населения иногда применяют непонятные свечи от лечения какого-то простатита, аденома и так далее, то есть с неизвестными какими-то компонентами. Поэтому важно, конечно, опять-таки, знать состав и что, как длительно использует наш пациент эти лекарственные средства. И нередко мы видим, да, что не только поражается слизистая, но и, посмотрите, есть описание, что индомитоцин индуцировал поражение у пациентки, да, периональное поражение. Пациентка принимала 4 года подряд свечи с индомитоцином. При этом она считала, что, ну, это же не внутрь, в желудок-то у меня останется цел, а что там, никто не знает, да. И она, конечно, уже дошла до какой-то степени, наверное, вот этого своего, своей красоты, в кавычках, да, обратилась к врачу. И по эндоскопическому видим эритему, кровоизлияние, четко ограниченные язвы. И, конечно, вот это вот периональное поражение, здесь что мы можем чем помочь? Оказывается, после отмены индомитоцина, через 12 недель самостоятельно слизистая пришла в норму, то есть практически мы видим рубцевание периональных поражений. Поэтому чем еще характерно лекарственное поражение? Тем, что язвы в прямой кишке или чуть выше в сигмовидной, если мы видим, или мы проводим диагноз там с язвенным колитом, смотрим о том, что язвы обычно лекарственные, они небольшого диаметра, множественные, мелкие, и сосудистый рисунок сохранен, то есть это изолированный какой-то участок поражения. Поэтому важно, конечно, все вместе, и анамнез, и эндоскопия, и, конечно, морфология. Нередко бывает ишемический проктит, но мы знаем, что прямая кишка очень хорошо кровоснабжается. Но несмотря на это, все-таки от 2 до 5% встречается ишемический колит. Конечно, для ишемического поражения при атеросклерозе это больше характерен, конечно, селезеночный угол, то есть как раз переход ректосигмоидный отдел, вот как раз критическая точка судека или судека, это именно при слабое кровоснабжение ректосигмоидного перехода. Поэтому нередко там мы видим именно ишемическое поражение. Конечно, это должны быть пациенты, которые имеют фон, это атеросклероз, сахарный диабет. Но как ни странно, что есть и у молодых пациентов, например, с дебютом или с прогрессирующим воскулитом, например, болезнь Токаясу, это, помните, молодые девушки, как по описанию из внутренних болезней, это системная красная волчанка, поэтому такое бывает нередко. Клинически это кровь в стуле, возможно, даже запоры, боль в животе. Эндоскопический отек, сегментарная ритема, продольные язвы, рыхло-слизистый. Может, конечно, имитировать язвенный колит или новообразование. Вот здесь даже видно по эндоскопической картинке, что у пациента был заподозрен рак прямой кишки, но стоило взять морфологию, как сразу же всё стало на свои места. Гистологически обязательно. А гистологически мы при ишемическом колите можем что увидеть. Я даже специально не написала здесь, не привела данные. Если вспомните из курса патанатомии или как-то читали, что мы прежде всего должны найти при ишемическом колите, какие клеточки. Не помните? Да, вот бывший мой ординатор уже выучил. То есть содержащие макрофаги гемосидерин. Это важный факт обязательно при ишемическом колите. Также нередко сейчас ядрогенная патология. Это радиационные или лучевые колиты. Выделяют острые и хронические. К сожалению, занимаются вроде бы должны или онкологи, или проктологи. По сути, никто не занимается данной патологией. И пациенты ходят туда-сюда, от одного специалиста к другому. Поэтому мы тоже вправе помочь нашим пациентам. Острый лучевой проктит возникает во время или в течение трёх месяцев после лучевой терапии. То есть это в основном как раз лучевая терапия, направленная на органы малого таза. То есть это рак прямой кишки, рак гениталий и так далее. И что происходит? При непосредственном воздействии ионизирующего облучения на слизистую происходит воспаление. Также атрофия, то есть ишемизация слизистой, нарушение процесса всасывания воды и моторики кишки. Клинически часто жидкий стул с кровью, тенезмы, императивные позывы. Эндоскопически мы видим изъязвление отёка гиперемии слизистой оболочки и контактная кровоточивость. Если гистологически посмотрим, то это изенофильные криптообсцессы, набухание эндотелиальных артериол, потери клеток слизистой оболочки и обширное воспаление. У некоторых пациентов может, конечно, пройти самостоятельно, но обычно переходит в хронический лучевой проктит, который, если не переходит из острой фазы в хроническую, то мы говорим о хроническом проктите, что он может в лучевом проктите, когда возникает после 3 месяцев и более воздействия ионизирующего облучения, даже есть у пациентов спустя 5 или даже несколько лет после данного лечения. Да, пациенты, конечно, в основном, которые имеют факторы риска, как и атеросклероз, как сахарный диабет, то есть те, которые есть микро-макроангиопатия. Кровь слизь в стуле, конечно, нерегулярный стул, и уже есть осложнение, это свищи, стриктуры. Биопсию брать не рекомендуется, так как высокий риск перфорации кишки. Упорное течение, к сожалению, хроническое, и поэтому лечение, наблюдение вместе с гастроэнтерологом, колупрактологом и, конечно, специалистов-онкологов. Привожу такую модифицированную классификацию тяжести лучевого проктита, потому что, к сожалению, до сих пор у нас нигде нет никаких ни рекомендаций, ни методических каких-то пособий по лечению и как оценивать тяжесть лучевого проктита. Поэтому модификация колупрактологов американских по степени тяжести от нулевой степени до пятой. То есть первая степень – это время от времени дискомфорта, более поверхностное изъязвление до 1 см в диаметре. Вторая степень уже больше, естественно. Мы видим диаметр язв уже более сантиметра. И здесь нам уже требуется амбулаторное введение и модификация образа жизни, и, возможно, даже временная госпитализация. Третья стадия – уже глубокие изъязвления, постоянное кровотечение, тяжелые структуры. Здесь уже возможно даже и эндоскопическое вмешательство, то есть эндоскопическая какая-то коагуляция. Четвертая стадия – это перфорация, фистулы и полная обструкция. Здесь уже хирургическое вмешательство, то есть речь идет об объемном хирургическом вмешательстве, то есть даже сечении или резекции части, или эктомии. Была у нас такая пациентка, которая после рака шейки матки, несколько доз облучения, попала, она живет в Клину, и помочь ей там особо никто не может. В итоге обратилась она в институт бывшей гастроэнтрологии, поставили, что диагностировали, что у нее уже свищ сформировался, то есть у нее уже прямо кишечный влагалищный свищ, как-то особо ничего не смогли сделать, и все-таки пациентку мы пристроили в онкологический центр имени Рыжих, ой, не Рыжих, а, господи, Рысо в Обнинск. И правильно я называю фамилию? Это я уже в Обнинск, короче, в онкологический центр в Обнинск. И массивное, конечно, лучевое поражение, то есть у нее были и нарушены протоки, и мочевой пузырь был поражен и так далее, поэтому ей полностью удалили прямую кишку вынужденно и сделали пластику влагалища. То есть настолько вот калечащие, а пациентке-то всего лишь 55 лет, то есть настолько тяжелое лучевое поражение. Поэтому сейчас у меня наблюдается также пациентка 37 лет после облучения по поводу рака шейки матки. Почему-то до этого делали неоднократно ректоскопию, никто не сказал, что вот эта гиперемия в прямой кишке связана с лучевым поражением. Назначали клизмы с ромашкой, ванночки, но, естественно, это безуспешное лечение абсолютно. И поэтому привожу вам еще, если кто, может быть, напомню о том, от 8 до 24 недель. И обязательно добавляем масляную кислоту, бутерат, да, за кафальк, с точки зрения того, что мы профилактизируем дальнейшую ишемию кишки. Как мы помним, что патогенетически это такое одно из звеньев. Вторая стадия. Здесь мы уже должны к предыдущей терапии назначить ректальные стероиды и, возможно, добавить метронидозол перорально. И при третьей стадии мы здесь добавляем уже все, что можно, ректально и месолазин. И перорально здесь идут уже тоже месолазин, именно гранулы солофалька. Также зокофальк, метронидозол и свечи с гидрокортизоном. И используем, конечно, помощь эндоскопистов, это аргоноплазменная коагуляция. И когда уже ничего неэффективно, приступаем к хирургическим методам лечения. Доказательная база у свечей месолазина, именно солофальк, значительная. В отличие от других каких-то ректальных средств при лечении лучевого проктита. Поэтому данные исследования показывают, что даже изолированный прием свечи солофальк 500 мг два раза в день в течение 8 недель, мы видим существенное снижение и купирование ректального кровотечения. К концу уже второй недели тенезмов и ректальной боли. И самое важное, что мы видим и эндоскопическое заживление слизистой, заживление глубоких язв. То есть это важно даже на такой вот ректальной незначительной терапии. И добавляя пероральный месолазин, мы, конечно, такая вот комбинация значительно увеличивает эффективность лечения лучевых поражений кишечника. Потому что, как мы понимаем, что ионизирующее излучение может изолированно попасть и на другие петли кишки. Поэтому используем дальше ректально свечи или пену в зависимости уже от степени поражения. То есть свечи мы назначаем, когда уже 15 см примерно. Поэтому назначаются от грамма до полутора грамм в сутки. 8 недель до заживления. И дальше поддерживающая терапия обязательно ежедневно в течение года. Если же чуть выше идут поражения кишечника уже ректосигмоид, то мы должны уже применить пену. Один впрыск это 1 грамм. И как раз вот мы можем... Один впрыск это в течение 8 недель и до полного заживления слизистой. Дальше очень актуальна сейчас тоже тема. Это проктит, ассоциированный с инфекцией, передающейся половым путем. Взрывной, к сожалению, рост. Это и НСР, и гонорея, и хламидия, и герпес, и трепонема, то есть сифилис. И в основном это ассоциировано, конечно, у ВИЧ-позитивных пациентов. Но в дополнении к проктиту мы видим системное поражение. Это лихорадка, влечение лимфоузлов паховых, потеря веса, возможность суставной синдром или, например, поражение глаз при хламидиозе. Макроскопически часто очень имитирует язвенный проктит. Но гистологически важно знать, что интенсивное хроническое воспаление с многочисленными плазматическими клетками, лимфоидными агрегатами и непропорциональной степени тяжести острого воспаления. И в отличие от ВЗК, не нарушает архитектоника крипт. Это важно. И нет метаплазии клеток Панета. При инфекционных колитах, наоборот, у нас есть увеличение бакалавидных клеток. А при язвенном колите клетки уменьшаются, бакалавидные, как мы помним. Поэтому это важное отличие. И вот один из клинических случаев. Пациент 29 лет. Пришел к проктологу с жалобами на выделение крови, то есть прожилки крови в кали, тенезмы, частые позывы, снижение веса. Симптомы в течение 3 месяцев. После путешествия обследован у проктолога. При ректоскопии эндоскопические признаки язвенного проктита. Микроскопия КАЛА решили, что надо исключить инфекцию. Никаких патогенных микробов не выявлено. Клостридия токсина клостридиодис дефицили тоже отрицательный. Решили полечить его, как обычно стандартный язвенный проктит. Язвенный проктит, вернее, назначили пероральный мислозин плюс ректальный мислозин. Эффект не был получен. Что вопрос? Это рефрактерный язвенный калит или что? Но потом уже в доверительной беседе, наверное, привязав его на стул и включив лампу, да, ну это, конечно, шутка, сообщил, что он был в Таиланде и были у него незасыщенные сексуальные контакты. Поэтому был диагноз пересмотрен. При ректоскопии нашли эрозии язвы с четкими границами. Морфология лимфоплазмоцитарный инфильтраст с гистиоцитами, вовлекающие подслизистую оболочку. ПЦР-диагностика хламидии. Хламидия трихоматис, сиротип L2. Поэтому назначили ему доксициклин 21 день. Всё, пациент выздоровел, поехал дальше в Таиланд. Снова за приключениями. Поэтому нередко сейчас встречается. И сейчас прям вот ренессанс сифилиса. Я тут как-то готовила тоже вебинар по нарушениям вкуса и изменениям языка. И подняла литературу. Огромное количество сифилиса сейчас. Поэтому можно встретить где угодно и в нашем сегодня случае. Ну и также актуальная вот такая изюминка – это вирус СОСПа-обезьян. Сейчас много об этом говорят. И у нас, слава богу, в России один был случай зафиксирован. Но всё равно наши пациенты же ездят везде. Здесь развлечение, в том числе и в Таиланде. Поэтому кто его знает, что может быть. 78% поражения кожи изолировано. Именно она генитальной области. Это характерно. То есть видно здесь, как такие визикулы, папулы. Лихорадка, слабость, потеря веса. Лимфоденопатия. Около 1% пациентов имеет вот такие вот проктиты. Эндоскопические эритемы, рыхлость, кровоточивость, слизистые и неглубокие язвы. Сейчас даже у нас в Российской Федерации вышли временные рекомендации по лечению ОСПа-обезьян в 2022 году. Каких-либо противовирусных препаратов там не написано. То есть симптоматическая терапия. Но европейцы говорят о том, что если тяжелая форма, то есть именно противовирусная специфическая терапия. Но я думаю, что нам не стоит делать об этом акцент. Но просто имейте в виду, что все-таки, когда пациент к вам приходит с проктитом, лучше посмотреть его тоже анальную область. И что там, кроме прямой кишки, еще нас интересует. Также дальше переходим тоже. Очень интересная тема. Это синдром солитарной язвы прямой кишки. Распространен значительно редко. Но, конечно, страдают и мужчины, и женщины от 30 до 50 лет. И даже описан случай у детей и пожилых. Клинически мы видим гематохизию от капель крови до массового кровотечения. Выделение слизи. Длительное натуживание. Это очень характерно, что пациент рассказывает, что он сидит полчаса или час, и никак ничего не получается. Боль в заднем проходе, чувство неполного опражнения, выпадение слизистой, запор. Но у 20% пациентов бывает и диарея. Но при этом сначала плотный кал, а потом жидкая составляющая. У 25% бессимптомное течение. И в основе это, конечно, десинергическая дефекация и чрезмерное длительное натуживание. Плюс механическая травма при ручном пособии. Поэтому обязательно, конечно, наших пациентов спрашиваем, если пациенты, которые приходят особенно с запором, нет ли, не помогаете ли вы себе как-то мануально. То есть некоторые пациенты рассказывают о том, что они пальцем пытаются что-то помочь, или натягивают мышцы промежности, чтобы это как-то осуществить. У некоторых пациентов даже есть какие-то специальные ручки, как они держатся, и упираются всеми четырьмя конечностями, чтобы как-то это все осуществить. Поэтому разные есть приспособления. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, как же пациент все-таки, как не осуществляется этот акт дефекации. Как диагностировать? Во-первых, конечно, это десинергетический паттерн дефекации. Это невозможность опорожнения искусственного стула. Баллончик с водой в течение двух минут. Поэтому и невозможность эвакуации, задержка более 50% барий во время дефекографии. Делают некоторые клиники, в том числе как институт коллапрактологии, дефекографию. То есть вводят специальные контрастные, например, барий или контрастную жидкость 250 мл. И пациент садится на унитаз совершенно прозрачный. И в момент опражнения кишки делают рентгенологические снимки. И смотрит, насколько эффективна акт дефекации. Эндоскопически видно, что есть язва. Рентгенология или эритема с единичной или множественными язвами до 0,5-4 см. И преимущественно, конечно, передняя стенка прямой кишки до 10 см от анального края. Редко в анальном канале в сигмовидной кишке, тоже редко. И бывает иногда даже диагностируются полипы на широком основании. Морфологически это фибринозно-мышечная гиперплазия собственной пластинки. И привожу алгоритм лечения синдрома солитарной язвы. То есть мы должны прежде всего поговорить с пациентом, обучить, избегать натуживания и ручного пособия. Уменьшить время пребывания на унитазе. То есть, во-первых, соблюсти такие, чтобы прямая кишка у нас была под углом. То есть что поставить или скамеечку, чтобы коленки были выше, чтобы был угол соответствующий. Дальше. Пищевые волокна обязательно добавляем, чтобы стул был рыхлый. Псилиум это мукофальк обязательно. Ректальный месолазин мы используем временно, так как это вспомогательное средство, чтобы залечить как раз те эрозии или язвы, которые мы нашли эндоскопически. Если нет эффекта, тогда провести дефекографию и трансректальное УЗИ. Что мы видим? Если наружное выпадение слизистой прямой кишки, иссечение слизистой или промежностной проктоэктомии, нет выпадения или значительно замедления времени эвакуации, опять-таки продолжить бостерапию. Внутреннее выпадение прямой кишки инвагинация, но тут тоже хирургическое лечение, резекция или ректопексия. Поэтому важно, конечно, еще направить пациентку к гинекологу, посмотреть, нет ли слабости мышц тазового дна, то есть ректоцелия. И если есть, то, конечно, провести и пластику тазового дна. Также следует отметить, что редко, конечно, встречается, но изолированная болезнь крона прямой кишки всего лишь у 6% пациентов. Но в основном мы видим, конечно, при кроне это аноректальные поражения. И в основном в детской практике, к сожалению, дебют болезни крона именно с аноректального поражения, с вещей, трещины. Используются ректальные месолозины или стероиды. И даже используются при изолированном практике легкой атаки. Это рекомендации немецкого общества гастронтрологов. У нас, в принципе, по нашим рекомендациям нет никаких особых трактовок. То есть именно по изолированным поражениям прямой кишки при болезни крона. То есть у нас как идёт? Если колит именно при болезни крона, то мы используем там легкая степень месолозин пероральный, и дальше преднизолон, азотиоприн и так далее. То есть принцип, который уже рассказывал Олег Владимирович, как нужно вести дальше уже биологическая терапия. Но здесь, по рекомендации немецкого общества, если это изолированное, то редко очень бывает. Ещё раз говорю, при болезни крона прямой кишки можно использовать ректальный месолозин или стероиды. Поэтому и дальше спириональными поражениями, если есть то у пациента, то тогда метронидозол, азотиоприн и так далее. Биологическая терапия уже дальше шаг. Но вот я хочу просто тоже сказать один клинический случай. У меня был пациент на клиническом исследовании. Болезнь крона толстого кишечника. И за два года у него успешное лечение на биосимилярии инфлексимаба. И здесь он уходит с биологии, потому что у нас закончилось клиническое исследование. Инвалидности у него нет. Он не хочет это получать. Он работает. И дальше в конце исследования мы проводим, конечно же, колоноскопию. И видим, что слизистая толстая кишка полностью зарубцевалась. Всё у него хорошо. Осталась гиперемия, незначительная гиперемия именно в области прямой кишки. Вопрос, что делать дальше? Ничего не делать, оставлять его только на азотиоприне или ещё что-то. Поэтому с точки зрения интуитивной клинической мысли, я ему назначила свечи Слофальк. И слава богу, уже год он ректально использует при болезни крона. Свечи Слофальк и всё хорошо. Пока никакого предназолома нам дальше не потребовалось. Поэтому вот такие хитрости иногда используются. Не знаю, правильно я ли делаю, Олег Владимирович. Может быть, нам тогда расскажет по поводу, если есть какие-то вопросы по прямой кишке при болезни крона. Дальше. Хотела, конечно, напомнить. Столько мы с вами про проктит рассказали. И напомню просто про язвенный проктит, наш любимый, не специфический язвенный. Конечно же, это хроническое рецидивирующее заболевание, неизвестные теологии, вызывающее иммунное, непрерывное, негранулематозное воспаление слизистой оболочки толстой кишки. В основном, все пациенты, которые обращаются амбулаторно и начинающийся язвенный калит, всегда это начинается с проктита. То есть, да, это прежде всего проктит. Дальше уже со временем может быть левосторонний и тотальный. При проктите, конечно, мы видим более доброкачественное течение, очень редко тяжелые формы, низкий риск колоректального рака. Типичные эндоскопические признаки, в отличие от других проктитов. Диффузная эритема, исчезновение нормального сосудистого рисунка. Это именно патогмонично для язвенного калита. Жалко здесь вот так вот очень яркий свет. Вот на этой картиночке можно даже было бы увидеть, как четко там показана линия, прямо здесь вот нет сосудистого рисунка, а дальше он прямо после линии появляется. Просто не очень видно, свет яркий. Дальше контактная либо самопрозвольная кровоточивость различной степени, выраженности, рыхло-слизистой оболочки, наличие патахиальных кровозлияний, эрозии, поверхностные язвенные дефекты разных размеров и формы, вплоть до наличия сливающихся циркулярных язв и на достаточно протяженных участках гнойные и фибринозные наложения. Морфологические. Важное отличие. Во-первых, нарушение архитектоники крипта, то есть криптоабсцессы, да, характерно. Диффузный воспалительный инфильтрат, захватывающий всю толщу слизистой оболочки с характерным базальным плазмоцитозом. Криптоабсцессы. Снижение количества бакаловидных клеток. Это подгармонично именно для язвенного колита, в отличие от других колитов, которые я только что вам рассказала. И лечение, конечно же, прежде всего при язвенном проктите, это, естественно, ректальное применение различных форм препаратов месолазина. Свечи, пена, клизмы, да, в основном свечи. Эффективность 90%, высокая очень эффективность, высокий профиль безопасности. Но следует помнить, что если мы не будем лечить язвенный проктит, и пациент не будет недостаточно комплоентен в отношении этого, то дальше что будет левосторонний и тотальный язвенный колит. Поэтому эффективная терапия может, конечно, предотвратить дальнейшее развитие заболевания. И если мы видим по нашим рекомендациям ежедневное введение при обострении ректальных свечей, и наши рекомендации говорят о том, что при достижении эндоскопической ремиссии мы можем переходить на такой прием одного грамма свечей месолазина через день. Но, как оказалось в исследовании, что лучше проводить ежедневно ректально поддерживающую терапию, потому что пациент не забывает, потому что он думает, ой, я вчера, наверное, что-то сделал, а потом я забыл, а потом у меня еще что-то, потом у меня праздник, я не сделал, все. И ритм сбивается, поэтому лучше, конечно, ежедневное ректальное введение, поэтому эффективность, посмотрите, длительность ремиссии значительно по сравнению, чем если через день или один раз в три дня. Поэтому при достижении клиник эндоскопической ремиссии лучше нашим пациентам рекомендовать прием ректального месолазина свечей салафальк ежедневно обязательно. И очень интересный факт, теперь у нас достижение великой цели лечения язвенного колита не только эндоскопической ремиссии, но высший пилотаж, это достижение гистологической ремиссии. И посмотрите, свечи, то есть ректальное заживление слизистой при язвенном колите, именно на свечах мы видим гистологическую ремиссию. Много исследований, то есть это приведен мета-анализ, который доказывает именно вот такой замечательный факт, то есть мы можем достичь вот такой вот высокой цели, как гистологическое заживление слизистой. И также мы говорим о том, что быстрое наступление эффекта и клинической ремиссии и заживления слизистой прямой кишки именно при применении ректального мислозина свечи салафальк. И клинический эффект мы же оцениваем с вами, помните, по клиническим рекомендациям, то есть в течение двух недель мы должны оценить эффективность терапии клинически. И применяя свечи салафальк, мы видим, что уже клинический эффект наступает на пятый-седьмой день терапии, то есть быстрый эффект, это замечательно, что мы не будем думать о том, что переводить нашего пациента на прием других стероидных форм, например. Поэтому также у нас в арсенале есть замечательная пена салафальк. Те пациенты, которые, например, у кого поражение более выше, то есть, например, при ректосигмойном поражении или чуть выше, чем 15 сантиметров от анального канала, можем применять пену салафальк. Конечно, высоковязкая пена с великолепными адгезивными свойствами, поэтому месалозин проникает в слизистую на протяжении 30 сантиметров, слизистые толстые кишки, очень долго удерживается на ее оболочке, поддерживает высокую локальную концентрацию месалозина, и также очень важно, что небольшой объем пены при одном впрыскивании, это буквально 30 мл, поэтому пациенты не испытывают ощущения распирания и снимают проблемы с удержанием препарата. То есть это практически как такая монтажная пена, которая запенивает и держится. И поэтому пену можно использовать даже пациентам, например, не обязательно, можно лежать, можно сто это сделать, или пациент, если работает, ему негде прилечь, чтобы сделать, например, клизму, поэтому это очень высокое средство, высокие технологии. И как показало исследование Елена Александровна Белоусова, что пена обеспечивает уже достоверно более раннее наступление клинического эффекта уже к седьмому дню и заживление слизистой. Это важно, да, то есть достижение эндоскопической ремиссии. И приносится пациентами замечательно, да, показало исследование, что вообще пациенты не отметили, 100% пациентов не отметили пациенты, пациенты проблемы с переносимостью терапии, в отличие от, например, ректальных клизм, да. И большинство пациентов, которые применяли до этого клизмы, перешли на пену, потому что это более удобно и нету каких-то проблем с удержанием препарата. И, конечно, быстрое наступление эффекта. Поэтому для того, чтобы хотя бы в острую фазу заболевания, например, на 8 недель, чтобы мы быстрее достигли клинического эндоскопического заживления слизистой, мы можем, вот как получается, сели на Мерседес и быстрее доехали до нашей заветной цели. Поэтому Мерседесом в эту ситуацию у нас служит пена Солофальк. Какие все-таки нюансы по лечению, по применению ректальной терапии? Мы должны нашим пациентам говорить, что лучше полежать на животе в течение 30 минут после введения препарата. Если же у пациента острая ситуация, пока еще мы назначаем только впервые ректальные какие-то препараты, и пока есть частый стул, если мы исключаем, допустим, какой-нибудь токсический мегакол, не дай бог, или еще что-то, то есть мы можем дать пациенту 2 мг лапирамида за час до ректального введения препарата. Это просто немножечко притормозит перистальтику кишки, то есть динамически, и пациент лучше удержит ректальную терапию. И вводить препарат ректально после естественного опражнения кишки, конечно же. И проводить ректальную терапию вечером или на ночь. Но надо отметить, что ректальные свечи Солофальк, в отличие от других ректальных свечей, через полчаса полностью растворяется, поэтому месолазин полностью всасывается. И в отличие от других ректальных свечей, которые по 8 часов иногда могут быть в прямой кишке, и поэтому потеря возможна у других свечей. И хочу напомнить все-таки алгоритм консервативного лечения легкой средней степени тяжести атаки проктита. Сначала мы назначаем свечами Солофальк или пену 1-2 грамма в сутки. Смотрим эффект в течение двух недель. Если нет эффекта клинического, то усиливаем терапию. Хочу обратить внимание, что здесь идут или свечи с преднизолоном, которые делаются в аптеке на заказ, у нас нет готовых форм, и клизмы с гидрокортизоном. Если же эффекта нет, то тогда уже третий шаг, уже после этого добавляется терапия пероральной, к терапии добавляется пероральный месолазин. И если же мы достигли клинического эффекта, через 8 недель мы проводим ректоскопию, должны убедиться, что полностью слизистая наша зарубцевалась, и тогда мы только переходим на поддерживающую терапию, ректально-месолазин в свечи, 1-2 грамма в сутки. Наши рекомендации говорят 3 раза в неделю. Но мы с вами поняли, я вам показала исследование, что лучше все-таки оставить ежедневно. Если же все-таки мы добавляем к терапии пероральный месолазин, как третий шаг, здесь нам нужно выбрать эффективные средства, поэтому, конечно, комбинация эффективная. чем только пероральный прием, мы говорим именно про проктиты, то есть какой пероральный прием при проктите, поэтому обязательно, если мы же добавляем, то мы видим значительное улучшение ответа в терапии, как и клиническое, как эндоскопическое. И обязательно, конечно, выбираем тот месолазин, который достигает прямой кишки пероральной. Это гранулы салафалька. В настоящее время гранулы проходят процесс регистрации цены в Минздраве, то есть мы скоро ждем, можно сказать, ренессанс наших гранул, поэтому они будут доступны. И, конечно, у пациентов с левосторонним язвенным колитом или как третий этап лечения проктитов мы можем, пожалуйста, использовать гранулы салафалька. В отличие, если мы говорим, сейчас мы применяем таблетки месолазина, то мы помним, что разная транспортная упаковка у всех препаратов месолазина. Салафальк таблетки, это происходит выделение месолазина только при ПАШ больше 6, то есть начинается выделение именно месолазина в терминальной части повздошной кишки, и весь месолазин действует в зоне поражения, то есть вся толстая кишка орошается месолазином. В отличие от других месолазинов, например, от пентасы, которые имеют оболочку ПАШ независимую, и поэтому часть препарата начинает высвобождаться в тонком кишечнике, поэтому до наших целей, до левой стороны толстой кишки, к сожалению, препарат не дойдет, поэтому нецелесообразно пентасу назначать при язвенном колите. И, конечно же, ценовая политика, да, это важно нашим пациентам тоже, сколько мы имеем месолазинов, но это предельно отпускная цена, которая зарегистрирована в Минздраве. Мы видим, что сейчас самые выгодные являются эти таблетки Салафальк, что стоимость одного грамма самая маленькая по сравнению с другими, даже с теми, кто наши пациенты говорят, что самый такой индийский препарат месолазина вроде бы более такой доступный по цене, но, однако, нет, потому что в индийском препарате это 400 миллиграмм, тогда нам нужно использовать сколько таблеток в день, поэтому если пересчитать суточную дозу, получается все не так и дешево. Поэтому сейчас самый доступный препарат по цене и, конечно же, по качеству, по сравнению с другими, это Салафальк таблетки, поэтому вы видите, что стоимость одного грамма 26 рублей. И важный такой аспект еще, последний у нас с вами такой проктит, это рефрактерный проктит. Как можно поставить данный диагноз? Это отсутствие ремиссии или улучшения через 2 месяца адекватной, прошу обратить внимание, терапии, то есть или это комбинация дозы-сроки, развивается достаточно редко, но нужно оценить перед тем, как мы меняем терапию или пересматриваем диагноз, конечно же, какая была использована терапия. Стероид, азотиаприн, биологическую терапию, и приверженность к лечению. Если же можно такой сделать шаг, увеличить дозу месолазина, если применялись субоптимальные дозы, или добавить ректальные или пероральные месолазин и ректальные стероиды, то есть идем по схеме. И у пациентов с проксимальным запором нормализовать моторику, чтобы препарат где-то там не застревал. Исключить другие причины проктита, о которых мы с вами ранее говорили. Те же самые заболевания, передающиеся половым путем, или другие, другие, другие еще. И кратко подытожу, что симптомы проктита не специфичны в основном. При подозрении на ВЗК необходимо исключить другие причины проктитов, то есть лекарства, инфекции, радиационные воздействия, т.д. и т.д., о которых мы сегодня подробно рассказали. Препаратором выбора для лечения проктита, конечно же, слушат свечи и пеномесолазина салафальк. При неэффективности монотерапии к ректальным месолазинам необходимо добавить ректальные стероиды, а только затем, третий шаг, переходим на пероральный месолазин. То есть добавляем. При отсутствии ответа на базовую терапию в течение двух месяцев необходимо оценить приверженность терапии у пациентов, дозу и комбинацию препаратов. Спасибо.